У нас отплытие. Ну что, стартуем мы в Астрахань, вселитренное. Сейчас приедем, первым делом натянем переметники, поднимем венца и ляжем спать. Быть добру! Всех приветствую на нашем YouTube-канале. Прошу прощения, что давно не было видео. Занялся я ремонтом, ремонтирую кухню, меняю полы. Снимать не стал, это не очень интересно. Сейчас придет Дмитрий, расскажет, что будет в следующем видео. Мне уже пора бежать. Всем привет! Привет, Дмитрий! Ну что, расскажи зрителям, что будет в следующем видео. Вот. А я тогда побежал. Все увидимся, ребята. Давайте. Давай, Диман, пока. Ну что, народ, мы тут некуда. В этом видео вы видели позитивное начало, ловленный перемет. Перемет мы на самом деле поставили. Вот. Но не все так было гладко. Оставили мы его не в том месте, не в то время. Ну и будет ловля с берега. Смотрите. Думаю, будет интересно. Итак, парни, вот, Вадим пришел с Утримана, говорит, удочка бьется, достал вот такого крокодила. Два с половиной, я думаю, где-то, может, даже под трешку. Ну, походу, да, попался живец, лопырик какой-то. И он зафигарил на лопырик. Такое часто случается. Видели вы, и по два штуки доставали маленьких, но вот такой вот крокодил в первый раз. Садочек. Пытаюсь поймать живца. Так как в ночь неплохо ловил судак, вот именно на живца. Думаю, наловить живца и в ночь поставить все наши закидушки на живца. Ребята отправляются переметик посмотреть, еще как будет. Вот то, что будет происходить на паспорте. Садочек. Вообще ничего нет. Строп едет. Сразу же после приезда Санек спал под кондиционером и сильно заболел. Даже больной он все равно участвовал в рыбной ловле. Вот очень интересный момент. Думали, что-то очень-очень-очень большое. Ну, что было, смотрите. Тридцатка, не меньше. По ощущениям была большая рыбина. Санек это знает не понаслышке, так как он на перемет ловил самов. И самов довольно прилично. Есть фото предыдущих видео. Самера. У нас поводок там слабый на такую рыбу. Тихонько, брат. Все хорошие. Види его. Поводок он Дима нам дал. Может, нам было вернуться? Да. Наверное, не тридцатка. Килом 10. Странно, вот он не долбит. Да. Разочарований не было предела. Такое полено мы вытащили. Самое главное, мысли проникнуть. Какая-то. Походим? Да, что-то вроде. Мысли проникнуть. Походим. Походим. Да, братан, теперь охота спустить, но очень нечего. Я не сожрал ее, ержик, спирал, да? Да. Я взял с тобой пескогубцы. Постарайся, постарайся и его спонсить. Мелочи, по возможности, конечно, пытались отпускать. Ну, были на базе люди, которые собирали, конечно, все подряд, но не знаю, куда такого мелкого. Многие считают перемет браконьерской снасти, но это не перемет, это перетях. И, как бы, 10 крючков на человека считается разрешенным. Универсальность снасти в том, что на червя ловится маленький живец, но на живца потом может хищник попасться. вставили на оке, несколько раз был срез, щука срезает, конечно, эти поводки, но судак хорошо ловится. Да нет. Почему вы ебанойте? Да нет, ну. Нормально? Ну, вот первая проблема, которую мы столкнулись, поставив перемет в этом месте, очень много лодок трейлингисты ездят и джигисты. Пусти. То есть место такое перспективное и народ плавает на лодках. Пройди, пройди, спокойно, просто спокойно пройди. С виду, конечно, проверка перемета похожа на проверку сетей. Многие, наверное, издалека даже и думали, что мы ставили сети, но это был проверемет, причем с разрешенным количеством паричков. Из-за сильного течения груз не лежал на дне. Санёк сразу понял, потому что это уже мы проходили на оке, и вот решили добавить такую чебурашку для груза. Надо сейчас вот где по одному везде добавить грузов. Грузов. Через черт в течении, блин. А, нет, вон что-то есть. Чехонь. Ничего существенного. Здесь так молочевочка какая-нибудь. Заморажайся немножко. Достей, помню, забраться. Купать, в машине заморачивайся. Очень приятно. На этом моменте под сах Лёки пал смертью храбрых. Может быть кто-то, когда ты его поймает, как я спину. Всё. Бери его рукой. Ха-ха-ха. Ой, ты узнал, сколько я сачков тапил на перевете, блин. Так как мелочь очень быстро обжирал червей, было решено поставить побольше крючки и на многих даже поставить крючки живца. Сейчас вы видите крючки, которые мы подготавливали специально к Астрахане. На обратном пути, проверяя перемет, очень много было, было, конечно, объедено крючков. Но кто их объедал, вы видите, по меркам Ахтубы это считается мелочевка. «Ну, дай нам что-нибудь напоследок». «Давай, вот схожу, смешат, вытащи». «У-у». «За». «Угу». Хотя хрен узнает. «Инг, ахтубы». К большому сожалению этого бершика реанимировать не удалось, так как крючок заглотил очень сильно и повредились жабры. проверив перевёт один раз будет лучше пойти на обед проверить еще часика через два но и это длинное но я думаю комментировать как расстроился саня бессмысленно у и так все слышали что продолжили свою рыбалку уже с берега была идейка поставить перемет на ночь но мы это так и не сделали подумав что все она его срежет но в таком красивом пейзаже хочу закончить это видео будет еще видео с нашей поездки перевод не получился поставить место людное рут то ли понизнанке то ли специально срезал его так вы видели что на перемет вполне реально и хорошо тут можно выловить рыбу ребята были на другой базе там на перемет вполне хорошо ловилась рыба ну что смотрите новые видео подписывайтесь канал будет еще много интересного всем во всем удачи удачи